Здравствуйте! Это итоги года на ННТ. В студии для вас работают Джамиля Шарипова и Мурат Ахмедов. 2018 год 21 столетия. Год совершеннолетия века. Каким он был для Дагестана? Год сотрясения элит, ломки системы сдержек и противовесов, выстраивавшийся годами и ставший привычной. Год большого политического передела, перекройки кланового полотна, изменение властной структуры и управленческой карты республики. С публичного поля были зачищены влиятельные фигуры, десятилетиями определявшие политический климат. Те, без кого еще совсем недавно нельзя было представить политический ландшафт республики. Коррупционная гидра в Дагестане росла годами и мало кто верил, что возможны кардинальные перемены. Никто и подумать не мог, чисто каких масштабов предстоит коридорам дагестанской власти. Хроника очищения власти. Сюжет Патимат Ханаповой. О том, что в республике может начаться антикоррупционная кампания, было понятно уже во время представления Народному собранию и общественности в Рио главы Дагестана Владимира Васильева. Еще в октябре 2017 года. Тогда он ясно дал понять, работать придется много и честно, а с теми, кто не захочет, будут работать силовики. Вероятно, дагестанские чиновники надеялись, что это просто слова. У нас тут своя атмосфера. Мол, чужой монастырь со своим уставом не лезут. Что было вообще в старой схеме? Опасность в чем была? Это отсутствие вообще отвратимости наказания. Эти чиновники работали, и они знали, что могут либо откупиться, либо они под крепким прикрытием своего непосредственного начальника, которому тоже приходила своя доля от этих коррупционных схем. Если его начальник не требует долю, если есть неотвратимость наказания, обязательно настигнет правосудие. Фемида в любом случае придет за тобой. Афемида действительно явилась. Или, как говорят эксперты, в Дагестан пришла Россия. Пришла и забрала десятки руководящих лиц. Громкие задержания, как гром среди ясного неба. Чиновники высокого ранга были доставлены в Москву в наручниках к спецсамолетам. Во всех ведомствах Дагестана начались выемки документов. Все чиновники предупреждены. Ждите. Кто не спрятался, я не виноват. Фраза Васильева, которая стала крылатой. Среди десятки подозреваемых скрыться от следствия попытался лишь руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев. Однако, объявленный в международный розыск, он был задержан в Чеченской республике, откуда планировал вылететь за рубеж. Первым звеном в этой цепочке был арест мэра Махачкалы в январе. Муса Мусаев был задержан по подозрению в земельных махинациях. Сейчас он уже получил свой срок – 4 года и находится в колонии общего режима. Под стражу был заключен и главный архитектор Махачкалы Магомед Расул Геттина. В его обвинили в хаотичной безобразной застройке столицы. Золотой именной пистолет ТТ стал символом ареста членов правительства. Спустя еще каких-то две недели после задержания мэра, в социальной сети пестрели кадрами с первого ареста дагестанских чиновников Абдусамата Гамидова, Шахбаса Шахова, Раюдина Юсуфова и Шамиля Исаева. Им инкриминировали организацию преступного сообщества, мошенничество и нанесение ущерба республике почти 100 миллионов рублей. Дальше больше. Следователи раскручивали, раскручивали клубок, который выводил все на более высокий уровень. Для этого в республику приезжает группа независимых экспертов, 38 прокуроров и около 40 консультантов. Благодаря такой проверке выяснилось, к примеру, что инвалидность в республике можно купить за определенную сумму. Подобных махинаций в так называемом деле дагестанских чиновников было множество. Например, первый в стране картельный сговор по делу о липовых инвалидностях был задержан Раджаб Абдулатипов. И это не единственные проделки в сфере медицины. Так, теперь уже экс-министру здравоохранения Танкея Брагимову было предъявлено обвинение по факту хищения около 70 миллионов рублей при закупке по завышенной стоимости медикаментов. Начали наводить порядок и Фомсия, и, как следствие, арест его руководителя Магомеда Сулейманова. Содолженность Дагестана в газовом секторе росла как на дрожжах. Ущерб от хищения газа и незаконных врезок в Дагестане за 2018 год составил почти полтора миллиарда рублей. Я прошу всех глав, по всем обращениям, передавать информацию, во-первых, самим разбираться, и соответствующим образом передавать пропонентные уроки. Если мы сейчас, вот той проверкой, которая проводится и работает, выйдем на то, что на ваших поселениях системно это делали, встанет вопрос, где вы были вы. Где были вы. В самом «Газпром» Межрегионгаз Махачкала на Медне началось серьезное внутреннее бурление. Еще в апреле свыше тысячи сотрудников компании вышли на протест с требованием отставки гендиректора Владимира Анастасова. Тогда он сумел избежать правосудия, но не навсегда. Один из последних громких арестов – его задержание. Анастасова обвиняют в хищении газа и начислении необоснованных долгов населению. Пока ущерб нанесенной республике оценивается в 70 миллионов. Однако сумма может возрасти, если в деле появятся новые эпизоды мошенничества. Пост отдал, пост принял. Правительство республики сформировано. Кардинальных изменений нет. Большая часть кабинета министров сохранила свои должности. По-прежнему руководить своими ведомствами будут 15 министров, только без приставки в Рио. Буду нести ответственность за каждого. Но и каждый кандидат, который сегодня будет здесь присутствовать, заявлять свою позицию, тоже будет нести ответственность. Однако не все без изменений. Небольшая рокировочка. Так Расул Ибрагимов покинул пост министра труда и возглавил Минтуризм Дагестана. Мистера Биадзакавова ее в новой команде нет. В свою очередь, должность министра труда и социального развития доверили Изумруд Мугуддинова. И ранее она работала в Москве, пост предом Дагестана при президенте. Также новым министром юстиции назначен Кадемагомед Сификурбанов. Он является одним из победителей кадрового конкурса. В решении Васильева утвердит должность и за привычными персонажами каждый эксперт-политолог находит свое объяснение. Дело в том, что нет у Васильева многих лет. И непосредственно его советники, его помощники говорят ему, что, естественно, нельзя всех взять и привести со стороны. И так Дагестан, так или иначе, уже болезненно какая-то часть общества воспринимает назначение на те или иные ключевые должности представителей других регионов. Может, действительно, приглашенные Васильевым люди пока что действуют как типичные временщики. Может, действительно, Васильев считает, что полностью надеется на профессионаловы извинений целесообразно. Команда из варягов, которые не знают особенностей Дагестана, не намерены адаптироваться на Кавказе, а для замены своих новых профессионалов и нет. Необходимо выращивать местные кадры, которые знают, мало того, у них патриотизм встроен в их позицию, кредом является. Потому что человек со стороны, он в любом случае не будет до конца заинтересован, то есть они не будут настолько болеть за улучшение социально-экономической ситуации республики. Не будут они, как бы мы что ни говорили, при всем уважении к ним, при всем уважении к тому, кто их назначил. Поэтому здесь нужны дагестанцы, которые знают менталитет. Человек извинений будет заинтересован, так как заинтересован сам дагестанец, но так считают не все. В своем аналитическом материале журналист-экономист Андрей Миламедов причину видит в другом. Назначение привычных персонажей на министерские посты легко объясняется менталитетом Васильева. Ему привычнее и комфортнее работать с теми, на кого у него имеются объемные досье, благодаря которым он легко может манипулировать каждым членом новой старой команды. Видимо, глава Дагестана решил научить работать по-новому старых профессионалов. Осталось только избавить их от привычки постоянно лезть в казну. От того и гляди, по-новому жить начнем. Во всяком случае, надежда на это есть, и она, как известно... Патимат Ханатова, Мурат Бигбарцев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Итоги года. От самого лучшего города России до самого неэффективно управляемого. Махачкала, столица Дагестана, еще несколько лет назад стабильно занимавшая в отчетах призовые места в разного рода конкурсах среди муниципальных образований России, в итоге скатилась к самым негативным реальным оценкам деятельности мэрии. И в шести мэров за шесть лет четверо оказались на скамье подсудимых. Причем трое из них были задержаны, находясь в должности. Махачкала стала показательным примером того, как неэффективное управление сказывается на жизни простых горожан. И поэтому так важно проследить за хроникой муниципальных дел, ставшей во многом хроникой криминальной. Подробнее в сюжете Хадиджи Курбановой. Мэр Махачкалы, пожалуй, самая неспокойная должность Дагестана последних лет. Четыре мэра за десятилетия и все фигуранты уголовного дела. А началось все задержание, казалось бы, неприкасаемого Саида Амирова, известного в народе как Кровавый Рузвельт. Говорят, он и проклял некогда престижное место. Но народ привык молвить. А может и вся проблема в том, что каждый из них рассматривал столицу как личный бизнес. Начало года, январское утро. Просос сети пестрят громкими заголовками. Задержан Муса Мусаев. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Ущерб от его действий для бюджета Дагестана оценили 80 миллионов рублей. Сам Мусаев негодует и называет прямо в зале суда дело заказным. За два с половиной года кроме Кази Курбанова, Мусаев ничего не сделал. Ну, давайте разбираться. Три года Мусаев занимал пост главы города. За это время произошло два крупных происшествия. Именно при нем от загрязнения воды ливневыми истоками отравились более тысячи человек. И рынок на улице Ирчи Казака тоже сгорел при нем. Икея, Ашан. Я хочу завести суда крупных операторов. Я хочу изменить формат вообще муниципальной торговли. Зачем это давалось? Что в 21 веке мы живем? Что это деревянные ящики, пленка? Ну, о чем мы говорим? Где мы находимся, ребята? Мусаев хотел как лучше, но получалось не всегда. Да и способы выбирал не лучшие. Мусаев был самым активным чиновником в сети. На все вопросы он отвечал в Инстаграм. Сейчас якобы народный мэр отбывает срок наказания. Четыре года в колонии общего режима. Вот и все. Вот и все, ребята. Сегодня стало известно о задержании временно исполняющего обязанности главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова. В кресле главы города преемник Мусаева не придержался даже года. И сразу обыски и задержания против чиновника возбуждено уголовное дело. Махачкала же является по сути своей вот этим коррупцией, он наемким, так сказать, и коррупционно-соблазнительным местом, в котором, естественно, значит, много всяких лазеек тоже, видимых, невидимых, значит, иногда кажущихся, значит, даже вроде бы законными. Потому что, вспомните, Абусупьяна Гасанова забрали, но он сказал, что, ну, я же хотел получше, я хотел просто компанию, которая более качественно отстроит, и не хотел отдавать тендер компании, которая просто хуже строит, или она не имеет такого опыта строительства. Вот, тоже просто разумный, казалось бы, довод, да, но чуть-чуть просто получилось подороже. И ему предъявили, что он, значит, вот, из каких-то коррупционных соображений, значит, отдал тендер в другие руки, так скажем. Сейчас пост главы города занимает Мурат Алиев, пожалуй, самый молодой мэр за все время существования города. Молодой и перспективный, пока только вникает в суть дел города. В то время как Васильев явно дает понять, что он в этом кресле временно. Глава Дагестана уже выпрашивает кандидата у столицы, вернее, у Собянина. И тот отдал Салмана Дадаева, главу управы Басманова района Москвы. «Надежда есть все-таки. Я считаю, что он, во-первых, довольно молод, все-таки он получил хорошую квалификацию. Я думаю, что он системно будет выстраивать работу, но проблема у него будет, во-первых, с командой, все-таки найти себе более-менее помощь. Потом чистка нужна в мэрии тоже. Там много тоже людей, извините за выражение, как мы говорим, блатных, паразитов, так сказать, то есть по протекции трудоустроенных, либо вообще просто паразитирующих, как говорится, на своем служебном положении». Внутри административные чистки необходимы, но надо понимать, что управлять благоустроенной частью столицы страны с отлаженной инфраструктурой и управлять запущенной и во всех смыслах грязной Махачкалу – это не одно и то же. Тем более, когда бюджет второй значительно сокращается с каждым годом. Сейчас на место главы города объявлен конкурс, и уже в новом году будет известно, кто будет занимать самое скандальное кресло последних лет. Хадижа Курбанова, Мурат Бекбарзов, Дауд Гасанов специально для итогов года. Еще немного, и уходящий год станет очередной страницей в истории Дагестана. Год был непростым, и хотя уставшие от устрашающих терактов прошлых лет дагестанцы в последние годы вздохнули с облегчением, неизбежного избежать не удалось. К сожалению, негатив в нашей жизни занял прочное место, да так, что от плохих новостей уже хочется убегать. Но, тем не менее, знать о них нужно, чтобы избежать повторений трагедии, чтобы произошедшее стало назиданием и предостережением. Хроника скорбных новостей у Зумруд Гамидовой. Начался год с ужасного события. 18 февраля, когда в православных храмах страны проводится божественная литургия перед началом Великого Поста, предваряющего самое главное событие в жизни любого христианина в Кизляре, в местной церкви, был совершен теракт. Город отмечал Масленицу, и на центральной площади проходили массовые гуляния. 22-летний боевик открыл из охотничьего ружья стрельбу по прихожанам церкви. Я даже не понял, это вообще было какие-то долгие секунды, что он с ружей висит, я даже не обратил, не понял. Он в пятнистых штанах был, куртка, черная шапка на голове, борода чуть-чуть, ну худой такой. От рук террориста погибли 5 человек, четверо получили ранения. Ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ. Второе громкое событие, которое потрясло всю республику, было похищение 8-летней Калима Тамарова из Каспийска. Девочка вышла из дома в магазин 29 июля и не вернулась. В поисках ребенка принимали участие более 2000 человек. К операции присоединились и специалисты московского поискового отряда «Лиза Алерт». Но поиски не принесли никакого результата. Спустя больше месяца тело без вести пропавшей девочки было найдено в сточной канаве на окраине Каспийска. Расследование уголовного дела продолжается, но виновные пока не установлены. Семья девочки обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под контроль Центрального аппарата. Прошу вас, можно сказать, умоляю, Александр Иванович Бастрыкин, взять это дело под личный контроль и расследовать в Центральном аппарате Следственного комитета России. Я вас прошу отнестись к этому не как должностное лицо, а как отец, дедушка. Вся надежда только на вас. В начале октября в спортзале школы села Абдулая в Левашинском районе произошел взрыв. Изначально сообщалось, что это был аккумулятор напольных весов. Однако причиной могла стать утечка бытового газа. По их словам, запах газа был, они неоднократно говорят, предупреждали за пару дней до этого случая тоже и раньше предупреждали. Утечка газа была. Приезжали, смотрели там специалисты или кто, ну, видимо, специалисты, если по газу приезжали. Им тоже сказали, показали место, где утечка. Вот эта халатность, наверное, скорее всего, я не специалист в этом деле. Следователи установили, что вплотную к зданию спортзала проходила газовая труба. Через трещины в стенах здания газ попадал внутрь помещения и накапливался. Пятеро подростков получили тяжелые травмы. Спустя неделю трое из них, получившие до 90% ожога, скончались. Двое оставшихся живых детей в начале ноября выписались из больницы в Нижнем Новгороде, куда они вместе с еще одним пострадавшим были перенаправлены на следующий день после происшествия. По делу проводятся следствия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются виновные должностные лица. В Махачкале в ночь на 18 ноября в одном из ночных клубов завязалась перестрелка. Конфликт произошел между пьяными молодыми людьми, в ходе чего один из них достал пистолет и начал стрелять. В итоге погиб один человек. Им оказался 26-летний сотрудник Росгвардии. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс и реакцию соцсетей. Это обернулось волной протестов против ночных заведений в республике. Общественные организации обратились к властям с призывом закрыть все ночные клубы. Идею поддержали и спортсмены. Так, Хабиб Нурмагомедов опубликовал ролик дагестанского блогера, который призвал владельцев ночных клубов закрыть свои заведения. Следом идею поддержал и Абдул-Рашид Садулаев. Я хотел бы обратиться, пользуясь случаем, ко всем владельцам ночных клубов Дагестана. Многих из вас, я знаю, вживую у нас довольно хорошие отношения. И должен сказать, что вы приятные, хорошие люди в жизни, отзывчивые, добрые. Но оставьте вы это грязное дело. Это же не первое убийство, перестрелка, поножовщина. И вот эти грязные деньги вы несете в семью, потом кормите своих детей. Это неправильно. В республике неоднократно распространялись призывы оградить жителей от концертов и ряда культурных мероприятий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. Так, известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов призывал бойкотировать концерты рэперов. Музыкальный лейбл Тимати Блэк Стар отменил махачкалинские концерты двух своих артистов – М. Сидони и Егора Крида – из-за неспокойной обстановки на местах. После этого концерты Махачкале отменили рэпер Эл Джей и певец Сас Михайлов. И хотя перепалка дагестанского бойца с Тимати заставила власти отреагировать на эти действия, это не привело к отказу от новых призывов к запретам. После очередных угроз организаторам Махачкале был сорван аниме-фестиваль. Некоторые сочли, что праздник разращает молодежь и плохо сказывается на репутации республики. Среди тех, кто выразил, мягко говоря, неодобрение, был ряд дагестанских блогеров, назвавших мероприятие фестивалем неформалов. Позже записи с такими призывами были удалены, что не помешало противникам фестиваля явиться к месту его проведения и сорвать мероприятие. Это были самые громкие материалы уходящего года. Коррупция парализует прогрессивное развитие общества. Это истинно просто и понятно. И механизмы борьбы с коррупцией, казалось бы, отработаны. Что же мешает победить это социальное зло? Почему каждый раз общество наступает на одни и те же грабли? Наверное, потому что нередко борются с коррупцией только на бумаге. Должности арестованных в этом году коррупционеров говорят сами за себя. В июне в Москве был задержан начальник оперативно-розыскной части службы собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев. Люди, казалось бы, призванные являться олицетворением антикоррупционной работы, оказывается, были ее воплощением. По крайней мере, такую версию выдвигает следствие. Подробности у Камиля Девятого. Полковника задержали в день 300-летия российской полиции в городе Москве при попытке дать взятку 2 миллиона в долларовом эквиваленте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Представьтесь. Хизриев, Магомед Митальевич. Значит, в отношении вас возложено уголовное дело. Далее, значит, вы будете следовать нашим инструкциям. Проследован Следственный комитет. Телефоны, пожалуйста, все приведите в ави-режим, выложите их на стол. Все. Добрый день. Работа МВД продолжается. Дагестанские полицейские смогли в этом году пресечь незаконный оборот и торговлю оружием. Так, в городе Кизлюрте был задержан так называемый оружейный барон. Руки на капот, ноги на ширине плеч. Именно так работает спецназ МВД во время задержания торговцев оружием. Оружейного барона и его пассажира задержали в момент перевозки целого арсенала боеприпасов. Целей никаких не было, просто я люблю оружие. После того, как любители оружия доставили в отдел полиции, задержанный не стал отрицать, что оружие принадлежит ему. По словам задержанного, два пистолета, пара гранат, РГД-5 и Ф-1, а также охотничье ружье, он приобрел просто так. С какой целью приобретали? Просто оно продавалось, все вместе приобретали. То, что у него в машине было, я не связан с этим. А то, что у меня было, это было мое. Оружие мужчины перевозили, как ни странно, в автомобиле. В багажнике было спрятано два охотничьих ружья. В салоне автомобиля хранились гранаты, а за поясами у задержанных силовики обнаружили пистолет Макарова со стертым номером. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи 222, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное приобретение, перевозка, хранение, сбыт или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов. Наказывается лечением свободы от двух до шести лет. Пособничество боевикам Бекса из Сумады, Маграмкинский район, незаконный переход государственной границы и все эти приключения ради того, чтобы избежать ответа за садейное. Объявленных в международный розыск двух жителей Дагестана поймали в соседнем Азербайджане. Рамин Даудов и Араш Амаров были объявлены в международный розыск. Мужчины, поняв, что их ожидает уголовная ответственность, выехали за пределы Российской Федерации и незаконным путем проникли на территорию соседнего государства. Каким образом пересекли государственную границу Российской Федерации? С Махачкалы приехал в Дербент, в Дербенте пересел на такси, поехал на берег моря и оттуда на лодке. Задержали беглецов власти Азербайджана, когда те попытались пересечь границу с Исламской Республикой Иран. Передача боевиков прошла на Дагестано-Азербайджанской границе. Жалею, что сделал. Советы другим тоже не дают. Злополучная флешка и страх за жизнь своей семьи заставили Рамина Даудова нарушить закон. Что помешало ему обратиться за защитой в правоохранительные органы, выяснить следствие. Он приехал ко мне, его люди пришли ко мне на работу. Отдали ко мне прямо на руки флешку. И на флешке было там все, что нужно. Отдать деньги. Ну что было на флешке? Они вам угрожали? Да, угрожали. Расправа с семьей, если не отдашь деньги, сказали, что семью убил. В 2015 году при пресечении азербайджанской и иранской границы правоохранительными органами Азербайджанской Республики вышеуказанные лица были задержаны и осуждены по уголовному кодексу Азербайджанской Республики к трем годам лишения свободы. По отбитию срока наказания, по взаимодействию органами прокуратуры Республики Дагестан, также правоохранительными органами Азербайджанской Республики, вышеуказанные лица были переданы российской стороне. Была организована передача российской стороне в мае текущего года. В настоящее время они находятся под стражей и проводятся необходимые следственные мероприятия. У мужчин была цель добраться до Турции, где они планировали скрыться от правосудия. Ну и в заключении про любовь и криминал. Самый романтический вечер для двух возлюбленных, по данным МВД, состоялся в Дербенте. Уходящий год особенно запомнится молодому человеку, который потерял голову от любви. Один из романтических вечеров, который он решил провести со своей знакомой, мог стоить ему жизни. История о том, как дама сердца решила заработать миллион рублей у своего кавалера. Смотрите далее. Ну что, братик, кратче расскажи мне. Как расскажи мне. Ну что произошло, с кем было, что делали? Этот задержанный – один из четырех мужчин, которые пытались завладеть миллионом рублей. Сейчас он не может найти слов и описать свои действия. Но буквально недавно, 22 мая, в компании подельников он проник в дом с целью наживы. Просто пацана хотели проучить и все вот из-за этого. Какого пацана? Ранее знаком был вам? Нет, не знаком был. Ну, с чего его взяли? Решили проучить. Как выяснилось, банда дербенских разбойников действовала по наводке. Она ему смс-ку писала, у меня с собой нож был, я нож на стол поставил. Она написала одному из них джабик. И у нее в телефоне было записано, якобы, когда забежите в комнату, с левой стороны будет нож лежать. Заберите сразу нож, короче. То есть, ваша девчонка была организатором всего этого? Да, она была организатором этой банды. До этой злополучной встречи Наврузбек несколько месяцев не виделся со своей девушкой. Она была в отъезде и по приезду в Дербент решила организовать сюрприз своему возлюбленному. Мы легли в этот момент, короче, сразу забежали четверо в масках. Напали, начали бить, короче, вырубили. Потом я сюда пришел, на мне простынь была, по-моему, сверху. И они начали говорить, короче, чтобы я им миллион рублей в течение часа принес, короче, туда. Или отдал девчонке миллион, и она должна была встретиться с ними, передать. Мужчине стали угрожать, что если он не выложит требуемую сумму, то они расправятся с его отцом. Что ждет задержанных, выяснит следствие. А молодой человек начнет тщательнее присматриваться к кандидаткам в спутнице жизни. Камиль Девятов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ. Итоги года. Дагестан. Духовный бастион на пути борьбы с экстремизмом. Кладезь духовных ценностей. Родина известных исламских ученых-богословов, где в современности продолжают их традиции в деле совершенствования религиозных знаний. Наше общество в полной мере испытало на себе влияние цивилизационных конфликтов сегодняшнего времени и оказалось поставлено перед необходимостью отвечать на внешние вызовы, искать ответы на самые важные и насущные вопросы духовной жизни. О хронике дел духовных в сюжете Абдулла Алиева. Наверное, одним из самых главных событий, связанных с духовным просвещением республики, является заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир. Прошедшим в городе Каспийск». Всего в мероприятии приняли участие около ста человек, в числе которых представители религиозных организаций из 25 зарубежных стран, политические и духовные лидеры, а также религиозные деятели со всей России. Участники делились опытом ведения духовно-просветительской деятельности и противодействия экстремизму, а также предлагали методы улучшения работы в этом направлении. Мероприятие проходило под руководством президента Татарстана Рустама Миниханова и главы Республики Дагестан Владимира Васильева. Молодежь – это наше будущее. Что если мы не будем работать с нашей молодежью, с ней будут работать экстремисты, радикалы, что нас очень беспокоит и тревожит. Я услышал практически во всех выступлениях эту тревогу и законченность. Я полагаю, что такого рода контакты, такое глубокое обсуждение специалистами высокого уровня, что будет использовано и нами. Я сегодня в своем кратком выступлении об этом говорил, что мы уже много используем в плане работы с молодежью. То, что напоплено, напоплено в культуре исламского мира. Это вызывает уважение и желание к этому. Спасибо. Главной же темой заседания было создание в будущем совместной российско-мусульманской школы будущих лидеров, которая, по общему мнению, повысит эффективность борьбы с терроризмом и подготовит людей, способных воспрепятствовать появлению и распространению радикальных идей. Народ Дагестана уважает своих гостей. А гостей, которые близки к нам по духу и убеждениям, ценят еще больше. Прибытие в наш горный край известного ученого-богослова Мухаммада Ас-Сакафа обрадовало большую часть населения республики. За время своего визита он успел поучаствовать в ряде мероприятий, выступил с пятничной проповедью в центральной джума-мечети и встретился с муфтием республики Дагестан Ахмадом Афанди. Несколько лет я желал посетить Дагестан. Хвала Всевышнему, сегодня я здесь и уже успел встретиться с большим количеством верующих на пятничной молитве в центральной джума-мечети. После чего я еще больше полюбил дагестанцев. Я также очень рад встрече с муфтием шейхом Ахмадом Афанди, который поистине является светочем республики, да продлить Всевышний Аллах ему жизнь и получать людям максимальную пользу от него. Еще одним из значимых событий в духовной жизни республики в уходящем году можно также назвать проведение ежегодного межрелигиозного молодежного форума. На его открытие вновь прибыли духовные лидеры всех традиционных конфессий страны. Более 150 участников форума от 16 до 25 лет из регионов страны и зарубежья разных наций и конфессий. Несколько дней находились вместе на базе отдыха «Солнечный берег». За это время для них были организованы различные мероприятия, тренинги, мастер-классы, интеллектуальные игры и спортивные соревнования. Думаю, что всем, кто принимал участие в работе форума, его содержательная программа предоставила возможность для достижения поставленных целей и задач. Убежден, что диалог между молодыми людьми, представляющими традиционные для России конфессии, не завершится с окончания форума, а напротив, станет плодотворной почвой для дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Экстремизм в обществе – проблема, которой можно противостоять только совместными усилиями. Главной темой 6-го Конгресса мусульманских общин Северного Кавказа стала роль религиозных объединений противодействий вызовам и угрозам современности. В нем приняли участие члены правительства Республики Дагестан, религиозные лидеры СКФО. Было отмечено, что духовное просвещение и нравственное воспитание должны оставаться одними из самых главных инструментов противодействия ложной идеологии. Причиной распространения идей экстремизма была названа слабая религиозная просвещенность населения, отсутствие истинных знаний в области религии. Проблемы экстремизма и терроризма невозможно решить только силовыми методами. Ее решение заключается в диалоге власти, духовенства и социальных институтов с обществом своевременной просвещения молодежи в вопросах религии. Поэтому нам все вместе необходимо объединиться на пути мудрого призыва правильного просвещения, работать на опережение. От проповедника ученых-благословов, алимов и имамов во многом зависит формирование ценностных ориентиров и гражданской позиции молодого поколения. Месяц Рамазан в уходящем году прошел по-особенному для мусульман Дагестана. Помимо традиционного шатра для посещающихся, были проведены торжественные ифтары в разных городах республики, в ходе которых в муфте республики Дагестан Ахмат Афанди встретился с главами и жителями муниципалитетов. Ифтары также были проведены с детьми-сиротами, с деятелями искусств, с именитыми спортсменами, с представителями СМИ и научной интеллигенции. Объединяющим же все встречи стал общий республиканский ифтар, прошедший на стадионе труд в городе Махачкале. В масштабном мероприятии приняли участие около 20 тысяч человек. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о проделанной работе благотворительного фонда «Инсан», чья деятельность направлена на помощь малоимущим. В этом году при реализации всех благотворительных программ фондам было потрачено около 100 миллионов рублей, что намного превышает сумму прошлого года. Муфти Дагестана Шейх Ахмат Афанди, принимая участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов деятельности фонда «Инсан» за 2018 год, выразил благодарность его работникам за масштабную благотворительную деятельность. Во-первых, я благодарен Всевышнему за то, что Аллах нам дал такие возможности оказывать помощь неумущим, больным ребятам, которые воспитывают маму, без кормильца, без отца. Им помощь оказывает Всевышнему. Аллах нам дал возможность. За это мы благодарны Всевышнему. В вторую очередь я благодарен руководству фонда, который отталкивает доверие, оказанное им. Абдулла Алиев, Даудгасанов, телеканал ННТ. Итоги года. В жизни всегда есть место подвигу и даже чуду. Этот год не стал исключением из этого правила. Истории настоящих героев нашего времени, чудесных спасений и добрых дел, они скрашивали нашу жизнь, и нам приятно будет вспомнить о них снова. Пока одни умножают зло, другие неизменно стоят на стороне добра, правды и справедливости, подставляя дружеское плечо, выручая в сложной ситуации, оставаясь человеком, несмотря на жизненные трудности. Хроники добрых дел в сюжете Карина Баталовой. Среди массы неблагополучных новостей о постоянных ДТП, задержаниях, коррупции и убийствах, в СМИ в 2018 году встречалось немало позитива. Добрые и побуждающие на добро вести, несмотря ни на что, всплывали из потока негативной информации. Вот и сообщение о 65-летнем водителе маршрутки, который бесплатно развозит людей каждую пятницу, мигом облетело весь интернет. Не берет плату с пассажиров Абдул-Меджид Чупалаев уже третий год с фразой «Деньги завтра, садака сегодня». Недавно стало известно, что он мечтает поехать в хадж, и дагестанцы решили помочь. Деньги на путевку были собраны в течение от них суток. Так добро вернулось к дедушке Абдул-Меджиду. Следующий герой нашего сюжета не живет в Дагестане, но он родился в республике, в селе Куэда Гунипского района, и искренне любит свою малую родину. Об этом говорят поступки. Наркотский бизнесмен Магомед Камиль Курбайлов профинансировал асфальтирование дороги Куэда-Карадах, общей протяженностью около 15 километров. Проект обошелся ему в 30 миллионов рублей. «Курбайлов – большой человек с большими возможностями. В отличие от 14-летнего Адама Арслана Мирзаева из Ленинаула. Мальчик стал героем в тот роковой день, когда его друзья чуть не утонули в пруду. Теперь они живы лишь благодаря смелости и находчивости Адама». «Они там купались, я не знаю, они спорили, что ли, кто первым туда-обратно переплыл. Я не знаю, потом они начали кричать одни, а потом я посмотрел сзади, один из них тонет. Потом этот за ним пошел, он не смог его вытащить. Я оттуда побежал за ними, и их одного за другим толкал и вытащил. Чуть было, сам не утонул, ноги надкоснулись». Позже о геройском поступке Арслана Мирзаева узнали не только Ленина улицы, но и вся Россия. Школьника пригласили в Совет Федерации, где наградили медалью. И только после участия юного героя в передаче Первого канала стало известно, что семья Адама нуждается. Мать работает техничкой и одна воспитывает четверых детей. Живут Арслан Мирзаевы в ветхом жилье. Но благодаря неравнодушным людям в ходе сбора в социальных сетях уже весной. В новом году Адам с братьями и мамой приедут в новый дом. Это видео мигом облетело весь интернет. Двое мужчин возвращались с обеда на работу. Как вдруг увидели маленькую девочку, висевшую на карнизе на пятом этаже. Тагир Магомедов и Адимир Кулдуев бросились к дому и попытались поймать убавшего ребенка. Полностью этого сделать не удалось. Но они смягчили падение. Тем самым и спасли жизнь Айши. Сестра, честно сказать, не было. Я просто переживал, я смогу ли ее поймать. Но я понял, что я поймать ее не смогу, потому что она и 5 лет, и вес тоже у нее. И надо было мне на себя вот так вот, чтобы она вот так. Хотя бы скоро, чтобы меньше было. Я сперва подумал, что это он так зовет, что-то случилось. Смотрю, у меня показывает девочка на подоконнике, девчонка маленькая. Так она у меня, ногами вот сюда упала она ко мне. Он спереди ее подхватил, я сзади ее подкинул, и у нее вывих получился. Девочка получила небольшие травмы. Сейчас она в порядке. Атагир и Айдимир стали обладателями государственных наград. Но, пожалуй, самое большое и доброе дело сделали вы, наши зрители. В эфире телеканала ННТ не раз выходили сюжеты о больных детях. Например, маленькому Саидику с диагнозом ДЦП нужны были деньги на поездку в революционный центр. Благодаря вам собрана необходимая сумма. И уже в январе мальчик с мамой отправятся на лечение в Челябинск. Добро есть. Эти маленькие мотивирующие истории тому пример. Жизнь бумеранга. И в ее игре выигрывает лишь гуманный. Спасибо вам за добро. Карина Баталова. Итоги года. Телеканал ННТ. Дагестан – республика спортивная. И этот год принес немало знаковых событий в спортивной сфере. Впервые в истории в Дагестане прошел чемпионат Европы по спортивной борьбе. Событие поистине международного масштаба. К счастью, болельщиков также выдержался в высшем дивизионе и махачкалинский футбольный клуб «Анжи». На новую высоту поднялся дагестанский спорт с победой нашего земляка Хабиба Нурмагомедова, завоевавшего и защитившего титул чемпиона на UFC. Самые известные мировые площадки, где выступают мастера смешанных единоборств. Об успехах в спорте подробнее в сюжете Курбана Рагимова. Борцы из более чем 30 стран, сотни делегаций и тысячи болельщиков. Дворец спорта имени Али Алиева был заполнен до отказа. Впервые в истории республика принимала чемпионат Европы по спортивной борьбе. К организации подошли основательно быть хозяином столь крупного борцовского форума Дагестан заслуживал уже давно. Почему мы проводим в Дагестане? Потому что это, наверное, один из самых борцовских регионов, где спортивная борьба это больше, чем даже вид спорта. Это образ жизни. Поэтому это было заметно сегодня. Вы видели, сколько зрителей пришло на соревнования. Билеты были раскуплены еще за несколько дней до начала. На главное событие весны съехались болельщики со всей Европы. Я приехал из далекой Германии, так как сам в прошлом являюсь спортсменом и пропустить соревнования такого масштаба просто не мог. Это непереваемое ощущение. И, конечно, я болею за свою страну. Правами хозяев дагестанские борцы воспользовались сполна. У нас 4 золота. Время Хабиба наконец наступило в этом году. 26 побед, 10 из них в UFC, череда травм, сложности с висогонкой и отмены боев. Долгий и тернистый путь Нурмагомедова привел его к поясу чемпиона. Ожидаемая победа над Яквинтой не была такой эффектной, но защищая титул, Орел снял все вопросы. К поединку с МакГрегором было приковано внимание всего мира, а то, что случилось после, обсуждают до сих пор. Дома Хабиба ждала народная встреча. Это бурные овации, 15 тысяч восторженных фанатов. Анжиарена не видела такого со времен Этао и Роберто Карлоса. Люди пришли целыми семьями. Свою победу чемпион посвятил малой родине. Эта победа была очень нужна для нашего народа, потому что очень много моментов, очень много неприятных новостей постоянно показывают. Про наш Дагестан. Хотя нашему народу много не надо. Алхамдулла, у нас есть все, у нас есть наша религия, у нас есть трудолюбивый народ, терпеливый народ. И самое главное, чтобы мы были вместе, чтобы мы не разделялись на нации, аварцы, лакцы, даргинцы и так далее. Все нации не будут говорить. Мы дагестанцы. На матчах Анжи такой поддержки у местного клуба не было. На трибунах остались только самые преданные. Вообще, желто-зеленые чудом остались в премьер-лиге, но на этом полоса везения у команды тогда закончилась. Весь год Анжи испытывал финансовые трудности, футболисты не получали зарплаты. Отсюда невзрачная игра и череда поражений. Сейчас команда в подвале турнирной таблицы и остается загадкой, да играет ли она сезон. И вновь вольная борьба. Мимо этого события не мог пройти ни один любитель национального вида спорта. Вторую встречу с Адулаева и Снайдера болельщики окрестили реваншем года. Все ждали ее с нетерпением, но такого исхода схватки олимпийцев не предвидел никто. Чтобы положить американца на лопатки, нашему танку понадобилось лишь 70 секунд. Великолепной концовке турнира в Будапеште предшествовали еще два дагестанских золота. Медали Угуева и Газимагомедова помогли сборной России вернуть себе звание ведущей борцовской державы в мире. Красивым финалом триумфального для нас 2018-го стало олимпийское золото Бахтияра Ахмедова. Свою заслуженную награду тяжеловес получил спустя 10 лет после игр в Пекине. Чемпиона на родине встречали как национального героя. Сам Ахмедов назвает медаль достоянием республики. Это золото 10 лет искало дорогу домой, находясь на чужбине, в чужом доме, в чужой стране. И сегодня по воле Всевышнего Аллаха оно нашло свой дом, оно пришло на свою родину. Хороших новостей в спортивном мире было гораздо больше. Боксеры, самбисты и бойцы ММА болельщиков радовали все. На официальных соревнованиях всероссийского и международного уровня в копилке Дагестана более 1200 медалей. Из них порядка 450 золотые. Таким выдался минувший сезон. Дагестан вновь подтвердил статус самого спортивного региона России. Ждем новых побед уже в новом году. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ. Итоги года. Это главное, чем запомнился нам этот год. Поздравляем вас с Новым годом. Пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Всех благ. Удачи вам в добрых делах. Встретимся в новом году. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова